всем доброе время суток продолжаем делать обзоры винтажных г-образных бритв сингл трейдер и сегодня на обзоре у нас вот такая швейцарская бритва фирмы джагвиз для колт and comparison company это набор г-образной бритвы фирма существует очень давно существует до сих пор фирма в основном выпускает часовые часовая фирма в основном часы выпускает так положу что было бритвы начала выпускать примерно с 1830 года выпускала на бритвы у такого вот плана такого плана все бритвы у них были фреймбрейки вплоть до 15-20 годов прошлого столетия они делали то есть были наборы семидневные это фреймбрейк съемное лезвие когда я первый раз увидел этот набор я думал что она только эти бритвы дело в первый раз когда увидел набора был очень доволен что он попал ко мне в руки в мою коллекцию значит давайте я поближе покажу что у нас тут расписано для культра safety razor такой набор здесь еще должно быть ручка для правки но к сожалению ее нету в наборе у нас идет лезвие вот это их не лезвие лезвие у меня есть тут две штуки тоже очень хорошо лезвие себя представляют вот такая вот лезвие швейцария тут еще лезвие сделано нижняя часть ровная скос идет именно по верхней части идет сама бритва бритва очень удобная по крайней мере в руках не знаю еще не брился ею сейчас бриться легкая ручка ручка пустотелая вот она у нас пустотелая поэтому имеет легкий вес голова немножко имеет вес тяжеловатый для более удобного бритья на бритве у нас есть надпись сорок семь восемьсот пять скорее всего это номер бритвы потому что патент швейцарский у нас был сорок три 674 хотя может это какое-то дополнение к их ним патентом и приспособление для правки вот еще должна быть ручкой все происходило вот так вот мы вставляли лезвие такой стороной вот мы вставили лезвие этим приспособлением мы его могли и заточить и править на ремне правка происходило довольно таки просто потом лезвие вынималась а и вставлялась бритву бритву она вставлялась у такими планом здесь вот защелкивалась и закручивался фиксатор лезвие чтоб она не вылетала по идее это бритва должна была еще мало еще использоваться с лезвиями с клиновидными потому что здесь еще есть допуск для лезвий но я попробовал сюда вставить лезвие хит от хенкельс она сильно длинная тут я вот видите не дни мне неправильно не дошел он дошел вот его закрепил так что то я не понял либо это мои бока что скорее всего давайте еще раз попробуем лезвие вставилась защелкнулась все я не закрепил все и вот вот она уже готова бритью я стараюсь бриться всеми своими наборами которые у меня есть их у меня очень много скажем их около 150 только наборов но большинстве своем это наборы которые имеют уже разновидности самих фирм примерно штук 20-30 все остальное тойдет уже разновидности сетов двухдневные трехдневные однодневные здесь ну обязательно мы сейчас пойдем и посмотрим как она будет в бритье фирма очень именитая и скажем так она качество своих бритв вернее скажем она перенесла качество часов изготовленных ими на качество своей бритвы поэтому я думаю что здесь кому повезет кто возьмет купит такой набор либо купит себе бритву фромбрейк он будет очень доволен ну что пойдем сейчас так сейчас мы как раз и посмотрим как у нас бреет швейцария использую я как всегда какие вот мыло английские teller of old bone street они мне очень нравятся а помазок простой китайский синтетический помазок за 5 долларов так нож уж как бы смотрится но немножко непривычно ну скажу что ощущения хорошие идет она мягенько есть у нее такой шуршание характерная бритвам с полной выборкой пеновлавливатель в принципе не сильно большой здесь как бы единственное что я всегда стараюсь все бритвы проверять на определенных через день бритье через день то самое оптимальное именно для меня здесь я не брился дни 5 как-то что-то лень было малеха поэтому бритье немножко всегда отличается можно и не подтягивать кожу но мне нравится когда бритва идет по натянутой коже тогда бритье более чистая получается бритва бритье очень удобно и в использовании легкая ручка и немножко тяжеловато чуть-чуть голова в принципе здесь как таковой не играет роли если нету вылита лезвия это может важно первоначально вот здесь вот как раз вот в этот момент проявляется все удобство символ шрезер гаобразный бритв я могу подлезть как хочу под любым углом мне не надо руку выкручивать вот смотрите я могу по любому я могу играться я могу волнами идти как бы в этом плане для меня гаобразный станок намного удобнее чем клинковая бритва хотя клинка у меня тоже бреются скажу что швед работает только швед швейцарец работает очень хорошо но все-таки отличие в бритье в работе с бритвами хенклес хельдистренд вилкинсон очищаются ощущаются они скорее всего за счет самого лезвия хотя я брился считайте тем же самым лезвия в бритве такие вот такого же плана там она бреет более мягко здесь как бы более пожестче но все равно она бреет очень замечательно но если выбирать допустим сейчас если примеру выбирать между лезвием такого плана и лезвием клина видно в полная выборка я почему-то выберу все таки наверно клина видно здесь у нас был это эксперимент 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 он всегда как бы может быть неоднозначен бритье прошло очень хорошо скажу что бритва ведет себя удобно я постараюсь а в эту бритву найти лезвия именно клина видная не не стан брейка вот типа как час а именно клина видно и попробую как бы клина видно клина видном она будет работа более лучше если кому-то попадется такой набор вопросов нет вы можете его взять здесь есть поле для экспериментов здесь можно ставить джемовская лезвия современная можно самому это лезвие склепать так как не сильно широкая здесь можно поиграться бритва хорошая но англичане наверное в этом плане у меня стоят англичане немцы все-таки немного повыше за счет лезвия хотя еще поэкспериментирую так бритье прошло нашей коллекции появились а уже и швейцарцы шведское качество спасибо что смотрите канал спасибо что репостите если есть какие то вопросы обращайтесь спасибо всем до новых встреч